Розы должны быть розовыми. Ну, я понимаю, если и желтые, и чайные, и так далее, угодно. Но вот это были синие розы. Что-то в этом есть противоестественное, хотя я даю должное гению селекционеров. Но это сорт. Это новые качества очень поверхностные. Они в генотипе не закреплены как следует. И если этот сорт не культивирует, он быстро вернется к норме. Правильно, да? То есть мы видообразования с вами не замечаем. Хотя я понимаю, что уже имело место одомашнивание животных, домистикация. Но это, скорее всего, все-таки тоже не видообразование было. Хотя тут много есть спорных вопросов. Но мы не видим, как видо рождается. Мы говорим, видо пусточие, видо постоянно. Но есть дар, мы будем печать 150 лет со дня его выхода в Великой книге в будущем году. Мы знаем, что виды трансформируются. И мы знаем, что на земле было много биосфер, которые друг друга сменяли. Эстафета биосфер, так? 120 миллионов лет назад, Юрский период или Меловой период, да? Вот. Другая картина совсем. Эти великие, великолепные динозавры, которые сейчас так модны. Понятно, да? Так вот, все говорит за то, что мир постоянен. Говорит нашим чувствам. Так вот, в чем или героглиф, да? Он отвлекся от чувственной данности, от чувственной посредственности. Чисто интуитивно он понял, что в мире есть процесс. И сформулировал от великие законы диалектики. Так. И второе, противоречие. Вот эмоафоризм. Все рождается через борьбу. Все рождается через борьбу. Война есть отец всего. Город понял, что столкновение противоположностей на разных уровнях. Будет это дискуссия. Будет это космос, где борются две тенденции. Фаза возгорания и угасания – это хорошо. Благодаря этой полярности мир не застывает. Космос и героглиф – это чередование активности и пассивности. Вот я сейчас процитирую слова героглифа. Мир есть огонь, мерами возгорающейся и мерами погасающих. Прусация. Фаза возгорания – это фаза оксивности. Фаза, когда рождаются звезды, появляется жизнь. Фаза угасания – фаза, которую мы бы назвали сегодня антропийной фазой. Ну, у героглифа работает какой-то совершенно таинственный механизм самовозрождения космоса. Вот он угас, и снова как феникс вспыхнул. Угас снова вспыхнул. Вот такая пульсирующая вселенная, периодическая вселенная. Но вот она-то внутри себя противоречива. Мы видим, что в ней есть две тенденции. Пускай ни одна из тенденций не побеждает. Есть какой-то прийдет, есть какой-то равновесие. Но, в общем-то, мы вовлечены в эту игру стихий, в эту динамику противоположных тенденций. И мы, если мы находимся в космосе, который деградирует, то нам ничего не светит впереди. Правильно, да? И когда мы дождемся нового возрождения. Вот это гераклит. Еще раз повторяю. Перед нами случаи, говоря о том, что человек иногда посещает великие озарения. Когда теоретическая мысль, вопреки очевидности, наперекор очевидности, приходит к мыслям, обережающим время. Вы понимаете, да? Гераклит смотрел вперед. И, конечно, гераклит, он, как бы сказать, предвосхитил естествознание, которое дилектичное. И естествознание, где эволюция является главной категорией. Сейчас мы говорим о глобальном эволюционизме. Что значит глобальный эволюционизм? Мы говорим, что все эволюционирует. Космос эволюционирует. Живая природа эволюционирует. Общество эволюционирует. Все течет, все изменяется. Мир далека, по которому два же действительно нельзя войти. Это крайне важно для научной методологии. Мы с вами изучаем методологию науки. И вот один из ведущих методов, я бы таких сказал, самых универсальных. Это метод дилектический. Альтернатива Гераклита променит. Вот я сейчас выстраиваю структуру спора. Параменит. Который упрекает Гераклита в том, что Гераклит рискует потерять истину. Веземенчиво. Параменит спрашивает, а что же, истина тоже меняется. Все меняется, все течет. А истина? Если она варьируется, если она сегодня, она, завтра другая, то это разве истина? Подумайте, это очень глубокие соображения. Очень глубокие соображения. Это пика в сторону Гераклита. И очень эффектная пика. Параменит считает, что истина должна быть постоянной. Истина должна быть неизменной. Себе тождественной. Это тоже озарение. Но озарение предположено тому, которое посетил Гераклита. Гераклита открывается как процесс. Параменит открывается как статичность. Войдем сейчас волнительный мир Параменида. Ну вот Параменит видит вокруг себя массу движений. А он убежден, что истина неподвижна. Истинное бытие должно покоиться. Истинное бытие должно покоиться. А то, что мы видим, это что такое? Это бытие или нет? Понятие бытия и истины коррелируют. У Параменида и вообще это связь этих монетей характерной философии. Подлинное бытие, оно должно быть истинным. Значит, то, что мы видим, это не истина. Не истина. Мир, открывающийся нашим чувствам. Параменида как раз и называет миром мнения. Помните, я ввел эту позицию мнения и истины. Значит, для Параменида мир Гераклита это мир кажущийся. Это мир иллюзия. Это мир мнения. Я мню, что есть движение. Мне мнится, что есть движение. Мнение и мнимость понятия, не случайно имеющие общую этимологию. Это не настоящее. Смотрите. Смотрите, что делает человеческий разум. Чеческий разум отвлекается от очевидности. Отвлекается. Ее игнорирует. Вот это великая формула. Вопреки очевидности. Прекрасное слово. Очевидность. То, что видит очи. Очи. Главный канал нашей связи с материальным бытием. Очи дают им информацию. Мы, конечно, этой информацией пользуемся. Но мы должны эту информацию оценить. И Параметри оценивает негативно. Параметри говорит, что это информация, бодящая на заблуждение. Истинное бытие неподвижное. Вот здесь Параметри вводит понятие единого. Единый пишем с большой буквы, как и многое в данном контексте. Негативный видит это мир многого. Многое калейдоскопично. Калейдоскоп вращается с огромной скоростью. Меняется конфигурация, меняются узоры внутри калейдоскопа. Мельтешение. Мельтешение. И его друг Параметри не расстанавливает. Если Графита бурный поток, то его примет долет. Что заледенело. Бытие должно быть неподвижным. Неподвижным. Бытие есть единое. Истинное есть единое. Почему единое? И почему не должно быть неподвижным? И почему единое должно быть простым? В нем не должно быть никакого строения. Давайте подумаем о парадоксах единого. Итак, мир многого это мир кажущийся. Мир иллюзорный. Мир мнения. Истина это мир единого. Давайте попробуем единое осмыслить. Единое должно двигаться. И подвижение подражает мужественность. Подражает изменчивость. Единое чуть-чуть сдвинулось, потому что это уже другое. Какая-то информация появилась. Значит, единое должно покориться. Но вы понимаете, в чем дело? Все наши каналы восприятия связаны с движением. Связано с потоком каких-то волн, скажем, да? Если единая неподвижность, единое никак себя не проявляет, оно и не будет восприниматься. Правильно, да? Если единое покоится. В едином нет структуры. Нет частей в едином. Если есть часть, то это что означает? Что есть какая-то сложность внутри единого. А сложность, она множественна. Понимаете, да? То, что сложное, то есть многое. Правильно, да? Опять-таки, наше восприятие строится на чем? Многое предполагает различия внутренние какие-то, да? Элементы многое должны друг от друга отличаться. Наше восприятие, оно строится на различиях. Вот это белое, это черное, это выпуклое, это волненное. Единое, но не имеет никаких различий в себе. И поэтому оно невоспринимаемо. И поэтому оно невоспринимаемо чувствами, но оно и немыслимо. Потому что мысль тоже предполагает сравнение. Мысль предполагает контраст какой-то. А здесь нечего сравнивать, здесь нечего выразить, используя понятие контраста. Нет для этого данных. Читоведина неподвижна, единая беструктурна. Очень парадоксальная категория единого. Очень парадоксальная. И для того, чтобы эту идею утвердить, закрепить, ученик Проминда Зино развивает свои знаменитые апории. Апории. Цель которых доказать, что движения нет. Апория буквально в эридическом случае означает затруднение. Ну вот первая апория, она называется дихотомия. А вторая апория хелеса черепаха. Дихотомия это деление отрезка на счастье. Вот я позволил себе скомбинировать эти дихотомии, эти две апории, я их соединяю вместе. И как это должно звучать. Повторяю еще раз, что я осуществил такой синтез двух апорий. Это вполне корректно и здесь нет ничего искажающего. Но это вот такой мой прием. Ну вот как это может звучать. Из точки А в точку Б отправляется черепаха. Вот она похожа на плечу. Черепаха очень медленное животное. Вслед за черепахой в путь отправляется хелеса. Хелеса это символ быстрого движения. Бегун был хороший. Ну вот черепаха, она уже прошла какой-то путь. Пускай пять минут этот путь занял. Она находится в точке С. Ставится вопрос, может ли хелес догнать черепаху? Ну перед нами, конечно, это так называемая интеллектуальная провокация. Задача формулируется в такой традиционной форме. Как школьная задачка. И она у людей таких слишком, ну, склонных к самомнению. Она вызовет улыбку, что вы нас дурачите. Ну что, конечно, хелес догонит и перегонит черепаху. Что мы еще будем опыт проводить, что мы будем выходить на стадион и запускать черепаху и бегуна, чтобы не лепо, да? Вот. Все дело в том, что перед нами именно провокативная пария, которая бросает вызов нашей логике, нашему опыту, привязанному к миру мнения. Ну как рассуждает Зенон, да? Вот, прежде чем хелес пройдет половину пути, да, черепахи, он должен пройти одну четверть, одну восьмую, одну шестнадцатую. Дробь уходит в бесконечность, понимаете, дробь уходит так и замечательно. Дробь уходит в бесконечность. И движение вообще не может начаться. Передание логическая ловушка. Здесь не нужно апеллировать, не дай бог, это было бы глупо, к опыту, к эксперименту. Это совершенно здесь излишне. Отсюда вывод, движения нет. Вот, вспомните, срочки Пушкина, знаменитые святого верения в 8 строк. Движения нет, сказал Мудрец Бродат и так далее, так далее. Это как раз на тему Зенона и, значит, его знаменитых апарей. Итак, для Парменида истина заключается в том, что всегда инвариантно. Вот, единое инвариантно. Единое себе дождейственно. Это максимум инвариантности. Это максимум себе дождейственности. Полнота инвариантности. Полнота себе дождейственности. Если единое равно единому. Самая мощная тавтология, какая только может быть. Конечно, в споре необходима крайность. Да и что, в споре необходим берегим. Обязательно. Обязательно, да. Вот, у Герониды перекос в сторону изменчивости. Явный перекос. И хорошо, что он на этот перекос имеет место. У Парменида явный перекос в сторону стабильности, статичности. И слава тебе, Господи. Смотрите, перед нами две крайних позиции. Резко крайних, экстремально крайних. И мы находимся в ситуации выбора. В ситуации выбора. А нужно ли этот выбор делать? Понимаете, в чем дело? А может быть, вместо выбора надо осуществить синтез? Синтез. Да. Да, мы должны эти точки зимы соединить. Это и будет настоящая диалектика. Да, я сказал, что Гераклит пионер диалектики. Но я сейчас выразил следующее. Все-таки, высшая диалектика, это Гераклит плюс Парменид. Вот когда мы их соединим, когда мы их свяжем, то мы как раз и получим настоящую диалектику. Мы получим двусторонний взгляд на мир. Мы получим двузначную истину. Потому что в мире есть и изменчивость, и инвариантность. Инвариантность надо искать в изменениях. Процессный взгляд вполне сочетается с поиском инвариантов. Вот, знаете, еще раз повторяю, процессный взгляд на мир вполне сочетается с поиском инвариантов. Это сочетание обязательно для ученого. Именно через это сочетание он выйдет к истине, которая диалогична, которая антинамична, которая внутри себя осуществляет синтез противоположных сторон. Поскольку я тему обозначил как идеологичность научного познания, обозначил широко, то я сейчас позволю себе из-за античности выйти в наше время. Но вы вот сейчас почувствуете, как структура диалога воспроизводится в совсем другой ситуации. Я возьму сейчас примеры из 19-20 века. Изучайте природу света. Что такое света? Ну, мы узнаем, что свет – это электромагнитное излучение, это определенная часть электромагнитного спектра. Сегодня мы можем поставить вопрос шире. Что такое материя? Но будем говорить о свете. Хотя, еще раз повторяю, этот вопрос можно решить и сделать его универсальным. Ситуация такая. Возникают две школы экспериментальных. Две. Альтернативно. Вот как демокрит и гераклит друг к другу противостоят, и кажется, что из взгляды несовместимы. Так и здесь. Вот эта ситуация воспроизводится, постоянно воспроизводится в истории науки. Одна школа, как бы корпускулярная школа, эта школа утверждает, что свет – есть поток корпускул. Мельчайших частиц. Пожалуйста, экспериментальные догадательства. Фотоэффект. Вот фотопластинка, и на ней следы бомбардировки фотонами. Другая школа. Волновая школа. Утверждает, что свет – есть распределение волн. Все хорошо с экспериментом. Пожалуйста, явление интерференции, явление дифракции. Корпускулы и волны. Забежем у себя. Это противоположность. Это абсолютно несовместимые вещи. С одной стороны, поток величайших частиц. С другой стороны, волны, которые могут, скажем, огибать предмет. Это разные физики. Разные физики. Разные ипостаси чего-то единого. Вот спор. Как его решить? Как сделать выбор? Если обе школы имеют блестящее экспериментальное обоснование, непровержимое обоснование. Ситуация мучительная. Ситуация замечательная своей внутренней напряженностью. И как она решается? Нильс Борн. Нильс Борн. Великий датский физик. И гениальный философ. Вводит принцип дополнительности. Он говорит. Две теории друг друга дополняют. Друг друга дополняют. Свет противоречивое явление. Свет одновременно и поток частиц. И распространение волн. Вводится понятие корпускулярно-волнового дуализма. Корпускулярно-волновый дуализм. Мир дуалистичен. Мир двоиственен. Материя раздвоилась. На две своих ипостаси. Их ипостаси играют. Они способны взаимопривращению к метаморфозам. Вот диалог двух школ. Диалог двух школ. Диалог крайне драматичный. Где было много обид. Взаимных упреков. Взаимного непонятного. Он приводит к синтезу. К великому синтезу. Но это синтез директичен. Вот вам пример диалога. И хочу сказать, что я специально буду рассмотреть вопрос об антиномиях. Вот кантовские антиномии. Сейчас я не буду это делать. Потому что это особая тема. Я отдельный вопрос на экзамене. Но отсюда это можем потянуть. Вот Канн строит антиномии. Свой тезис и антитезис. В тезисе мир конечен, скажем. Да вот запишите, как на будущее. В антитезисе мир бесконечен. Нам сейчас важно понять структуру диалога. В структуру диалога это сейчас структура антиномии. Одна сторона тезис, другая сторона антитезис. И самое главное, что вот тезис и антитезис кажутся несовместимыми. Это действительно альтернатива. Это действительно противоположность. И такое ощущение, что пропасть тут бездонная. Вот эту пропасть надо перепрыгнуть. Причем, это надо сделать одним прыжком. Понимаете, да? И тогда мы выйдем к истине. Истина как раз заключается в синтезе, в диалоге, в дополнительности. Я посылал так, используя термин Нильсомора и эксплуатировали Древнюю Грецию. Гераклиты и параминит друг друга дополняют. Дополняют. Эта дополнительность нам помогает выявить и осознать диалог. Диалог. Спасибо диалогу за то, что он является таким прекрасным инструментом познания. Дорогие друзья, на этом я сейчас завершаю разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубров.